Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтири и мы сегодня будем читать Хвалитный Псалом 112. В Прославной Толковой Библии об этом Псалме говорится. Вся серия последующих Псалмов, начиная с 112 и кончая с 116, представляет связанное содержание и раскрытие одной и той же темы – это водительством Богом еврейского народа, в чем Писатель черпает силу и уверенность, что настоящая его молитва, которой он призывает весь народ, будет Господом услышана, и он поможет им при настоящих тяжелых обстоятельствах. То есть речь идет о том, что если Бог в прежние времена помогал своему народу, то это должно быть источником вдохновения для верующих ожидать, что и в настоящем бедственном положении Господь не забудет о нас. Псалом 112 – это небольшой Псалом, всего 9 стихов. И вначале он имеет надписание «Аллилуйя». Мы уже говорили, что это надписание указывает на хвалебный характер этого Псалма. Здесь как бы группа Псалмов с таким надписанием. И предшествовавший Псалом, и следующий. Здесь всего 9 стихов, и мы читаем с 1 стиха и ниже. «Хвалите, отроки Господа, хвалите имя Господне». По-славянски отроки – это отроцы. По изъяснению блаженного Феотарита и в соответствии с еврейской традицией, под отроками, разумеется, не просто юноши, а рабы Господни, то есть все верующие и всех возрастов. Но надо сказать, что в самой еврейской традиции все-таки отроком называется не всякий человек. А человек действительно неопределенного возраста, не создавший свою семью. Потому что человек, создавший свою семью, он уже отроком не называется. Чаще он в Ветхом Завете называется мужем. «Хвалите, отроки Господа, хвалите имя Господне». «Да будет имя Господне благословенно отныне и до века». В христианском прочтении отроки – это те, которые готовятся вступить в брак. И церковь, как невеста, она стремится к этому браку с небесным женихом Христом. И в той степени, в какой невеста сохраняет верность своему небесному жениху, это как бы приближает мессианский брачный пир. Поэтому призыв «Хвалите, отроки Господа, хвалите имя Господне» – это призыв к невесте прославлять небесного жениха и хвалить всячески имя его. «Да будет имя Господне» – второй стих – благословенно отныне и до века. В нашем христианском понимании нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. «От востока солнца до запада славно имя Господне». Такое исполнилось только в формате христианства. Иудаизм не способствовал распространению славы имени Господня. От востока солнца до запада, напротив, они настолько боятся этого имени, что даже сами не светят это имя в том смысле, что они его не произносят. Хотя это имя присутствует в разговорной речи библейских персонажей. Например, в книге «Руфь» мы видим, как четырехбуквенное непроизносимое в современном иудаизме имя используется в обычной повседневной речи. «Высок над всеми народами Господь, то есть бесконечно превознесен, выше небес славы Его, кто, как Господь, Бог наш на высоте живущий». Казалось бы, Бог, который превознесен над творением, он как бы и устранился от управления этим творением, но это не так. «И на смиренных взирающий на небе и на земле». То есть Господь взирает на смиренных на небе и на земле. То есть те, которые уже вошли в Царствие Божие, в Царствие Небесное, и те, которые еще живут на земле, потому что Церковь в христианском понимании, она условно делится на две части. Это Церковь Небесная или торжествующая, и Церковь земная, странствующая и воинствующая. И там, и там есть смиренные и кроткие люди. «Поднимающий с земли нищего и отгноющая, возвышающий у Богого». То есть Господь действует на земле, хотя он высоко превознесен в небесах. И в этом величии христианского Бога, что управляя бесконечно огромными величинами, он вникает в наши частные проблемы. «Для чего же Господь поднимает с земли нищего и отгноющая, возвышает у Богого?» Восьмой стих. «Чтобы посадить его с князьями, с князьями народа своего». Князья Сарим — это правители, и тот нищий и убогий, который поднимается Господом, ставится на ноги, он тоже может восстановить свой статус, стать царственным священством. А мы считаем, что все христиане и миряне, и священники относятся ко всеобщему священству царственному. И последний стих девятый говорится о Господе, что он поселяющий неплодную в дом матерью, веселящуюся о детях своих. Неплодная — это языческая, неплодящая церковь. То есть языческие народы, они долгое время не рождали во спасение. Но, будучи обращенные в христианство, языческие народы, это неплодящаяся языческая церковь, оказалась в доме матерью, то есть рождающей церковью, поместной, веселящейся о детях своих. То есть здесь речь идет о разных народах, которые обретают дар святости, и некогда неплодящаяся языческая церковь, став христианской, радуются о спасении новых чад божьих, нового наследия Авраама. Это девятый и последний стих этого короткого псалма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова